Бовы, да нельзя. Мун Великий против Калорфула. Я болею за Мун Чанского. Посмотрите, какой он красавчик. Сейчас опять Патмо возьмет. Кипер. Одна и та же карта. Одна и та же, типа, противник расы. И он берет абсолютно другого героя, но здесь Майн Геймс, который сработал не в пользу Муна. Потому что Кипер против Димы это плохо. Пьяный Майкер на попутках добирается в Белгород из Белграда. Да-да. И что-то там еще про проводницу пьяного Бонневура. Я просто дома сидел. Я вообще не в курсе. Арча добивает роли. Интересно увидел. Он разведка там была вообще какая-нибудь? То есть он увидел Кипером, что там Демон Хантера или нет? И не отбитый я, говорит. Просто, да, ковид много времени в Японии проводил. И помимо аниме еще разные детективы японские смотрю. И драмы иногда. Вот. Ты за смариками не прячься. Не адекваша. Не, я завидую на самом деле. Культура интересная. В Японии я никогда не был. Природа не знает усталости. Я не напрашиваюсь, если что. Хотя, если кто-то есть в Японии. Неплохой вариант. Там без языка тяжело. А мы возьмем языка. Там на месте. Или тебя возьмем. Бурятия пойдет. Неплохо. В Бурятии я тоже не был. Так, ну что. Козлу нужно сейчас... Заметать следы. А Димка, кстати, зря потерял козлика. Прям вот реально. Языка как пленник. Ну да, так это же... Такое словосочетание есть. Взять языка. Такое военное. Докфильм про ГГ. Там про стриминг. А ГГ будет только небольшой раздел. Там... Мы в масштабах стриминга. Исторически, конечно, какое-то влияние несем. Но с точки зрения популярности мы нишевый ресурс. Но приятно, что нас пригласили. Разбомблю там всех. Нафиг. Расскажу, что такое стриминг настоящий. Не за деньги, а для души. Короче, сейчас, мне кажется, не использует то преимущество, которое получил на респе от Демон Хантера. Не бегает за козлом, не лишает его маны. Вот такого не должно быть. Я уже не говорю про то, что надо сбагрить парочку виспов и энтов диспелить. Ну и козла нужно оставлять без маны. То есть сразу оставлять без маны. Не, не настолько хардкорный лояр. Там будет про Мэдисон будет, про Твич будет. Про еще. Там два... Ой, три-четыре персонажа, кажется, будет. Я не помню, кто короме Мэда. Кто-то известный, но я не запомнил. То есть Демон Хантера просто бегает и ухарасит. Безуспешно причем. Козлик не может пройти, Арчи поставлены прекрасно. Но он сейчас вызовет просто там где-нибудь дальше энтов. Главное успеть их засплитить и все. Слева, слева. Ну, че ты тормозишь-то? Ну, козлик. Реально козел потерялся. Так, а дальше-то что? Дальше выход в Т3. Неожиданный. Потери Виспа во время Грейта, это, конечно, минус. Какие-то психованные стратегии. Такое впечатление, что они опять друг друга пытаются обмануть. Многократно причем. Да, у Демы плюс 8 урона, соответственно, он тут убивает Виспа очень жестко. Ну, козел пришел, увидел, что там делается Т3. Ну, или там, короче, непонятно, что-то мутится технологично. Четыре Арчи всего лишь. И сам, видимо, решил... Но они так или иначе выходят в Медведя, получается, оба, да? Ну да. Просто порядок героев такой странный получился. У одного Дима Нага, у другого Козел Дима. Не Дима Козел, а Козел Дима. Что, конечно, неожиданно. Ой, хорошо, можно было прикопать. Энтов вызвал. Дима... Висит чем-то камином. Барак отдается. Но он не особо-то и нужен сейчас, конечно. Даже меткость не делают для этих трех-четырех несчастных Арчи. Но, тем не менее, неприятно. Этот барак мог послужить дальше, например, пройти на Красную куда-то. Потанковать там. Гроулер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Прости, Миша. Мне нравятся воспитанные и умелые Фоги как человек. Но он играет за эльфов. А моя жизнь принадлежит Арде. Я не могу не радоваться победе орков. Однако рад, что Фоги эволюционирует. А ты знаешь хоть одного сильного сношного орка? Нет. Ну, если бы Сокол не уехал, я бы чисто из уважения сказал, что знаю одного СНГ-шного орка. Ну, так, с огромной скидкой. Такой просто... Не со скидкой в 2-3%, понимаете? А с нормальной водородовской скидкой. Ну, пока что Мун, короче, здесь вырулил. Несмотря на хреновый старт, он вырулил в Медведя так, что у него, получается, герои лучше прокачаны. Ему бы козла перекачать на вторую ауру. На первую прикопку и вторую ауру. И я уверен, что Мун, будучи человеком здравомыслящим, это сделает в рамках лимита 50 даже. Здесь куда побежал козлик. Блин, мунчанский. Ты вот сейчас прям... Ну ладно, светок лечения и переучивал-ка, да? Скажи. Молодец мой. Хороший эльф какой. Вторая аура. Ох. Молодец. Ребята, мы понимаем Варкрафт. Это радует. Молодцы. Прям четко по таймингу. Красава. Красная точка, правда, здесь забирает. Получает эмаляцию. Эмаляция вот в такой ситуации для Димки помогает. Он в куче. Дополнительный урон. И сейчас догоняет по уровню калорфул. Спящий пробудился. Приказывай. Природа не знает усталости. Что, барак здесь на разведочке, на красной. Он выполняет сейчас роль разведки и... Ну, он выигрывает время. Сколько эмаляции дамага наносит? Пятнашку. Пятнашку, кажется. Десять. Пятнашка это Lightning Shield. Эмаляция 10-20-30. Я подумал просто, что... Ну, я помню, что аналогичный скилл у Demon Hunter 10-20-30. Но мне почему-то казалось, что эмаляцию фиксили. Именно предметную эмаляцию фиксили. Но нет. Десятка все-таки. Аналогичный скилл у Demon Hunter. Приказывай. Там 15-секундную неуязвимость прожал Colorful просто так. LS-20 урона? Откуда у меня тогда пятнашка вообще? Эмаляцию у Димы не трогали. Lightning-20 точно анигма? А история изменений есть? Эмаляции и Lightning Shield? Нет, Олешка. Я... Я тогда Good Game уже занимался. Пятнашка хорошее число. Согласен. Нет, но мне казалось, что периодика есть на 15. Как раз вот такая вот. Сожгли курицу только что. Отжарили. Мы должны действовать. Так, что по грейдам? 1-0 на 1-0. 58 лимита на 40. Странно, конечно. Странно... Странно агрессия от Лалайта. Очень странная агрессия от Лалайта. Может, хотелось провоцировать выход из лимита? Это вот вполне хорошая идея. То есть напасть, сделав вид, что как бы ты готов сражаться. И потратить телепорт для того, чтобы он окупился в течение там ближайшей минуты. Просто на обкипе. Но есть и минусы в этом. Время пришло. В этом... Ой, замах был. Видели? Он хотел сначала сделать бёрн, потом что-то подумал про иллюзию. В этом муве есть минусы. Ну, очевидно, ты, конечно, среди плюсов ты выиграешь по деньгам. Но минус в том, что ты теряешь инициативу. То есть ты теряешь возможность сражаться с противником при прочих равных условиях. Так, козла отвели. Демонхантер получил четвёртую уже. Но козлика тут прям очень жёстко бьют. А там Димка битый. На фонтан здесь лезть нельзя. Медведи встанут. Хорошо. И будут регениться, а ты не будешь регениться. Кельтолаские сапоги. Плюс шесть агилы. У-у-у-у. Процентов 23, наверное, урона сейчас Димке добавилось. Суммарно относительно его предыдущего состояния. Я тоже был в шоке, когда увидел разницу по... по... по дамагу от шести агилы. Минус арча. Несчастье подарил Санфайн примачок. Сегодня все-таки щедрые, добрые. Где-то уже сотню подписок раздарили. Спасибо. Дарят. Людям радость. Сейчас вообще должны дирижабли появиться. Хотя бы для того, чтобы помогать Микрить. Виспе есть и там, и там, но я не вижу ни одного дирижабля. Очень аккуратно играет. Синевик, новая элита на ГГ. Беляк. Беляк элита. Самый редкий статус. Проверено. Плюс 16 урона. Когти плюс 5. Не хватает предметов. Я бы Димке еще сероклетку приобрел в таком состоянии. То есть он с таким количеством урона требует к себе... Ну, надо, чтобы он и пожирнее был. Потому что артефактов, по-моему, я бы не хватает. Самый редкий статус разве не красный? Но я думаю, что... Хотя, да, красный, красный, наверное, человек там 20. Обеликов... Сколько там говорил Кеша? Это 140 каждый день. Мне кажется, дирижабль будет куплен сейчас вверх лимита. Хотя нужно второй грейд на атаку заказывать тоже. Интересно, какой по счету у Беляков этот твинг? А, кстати, аспирант сразу на смурфик проверяет перед подарком. Так что, вряд ли это так. Плохо ты думаешь о людях. Привет, Фоксы. Добро пожаловать. У нас суперфинал. Эльфийский, правда. И Фогич отыграл, поэтому я так не очень с большим энтузиазмом комментирую. Но после этого будет икс чем? Контролирует друг у дружки экспанды. Ну, сражаться на вражеской базе, конечно, не особо хочется. 1-2-2-1, грейды идентичны. Бернами обмениваются, нормально. Козла бы подвести поближе. Но здесь козел будет хорошо работать. Хотя он, если у Наги будет ман им больше. Ну, много имеется ввиду. Так, протекшн пошел. Отводит Диму. Диспл, 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 диспл. Берн на 7. Распределяет урон. Пошли Риджуэн. Медведи не став, ну, а у него став на КД. Димка тут под инвулом. Димку Мун самого своего ставит. Но Муну здесь надо уходить. А как он уйдет-то? У него телепорта нет. Манабер на 100. Ну, за счет Мануэлов тут легко отбивается. Подрезал, правда, немножечко этих медведей. 56 на 42. Нет, подождите. Развалился-то Colorful. Как это не странно. Могут покарать козла. Похоже, что покарают. Ой, там медведи помешали своим дриадкам. Куда ты? Что ты делаешь? Что? О, чуть час сам козел не отдался. Да, Мун под шумок поспасал своих медведей просто и все. И, кстати, у него 56 лимита там на 42 было. И он обез... осушил, осушил Мунвелла. Хотя здесь тоже, видите, проблемы с Мунвеллами. Две арбы у каждого героя. Точнее, две арбы по штуке у каждого героя. Виспово достраивает. Нага четвертая. Козел на половину пятый. Свиток купил. Дрятка такая тактичная для того, чтобы снимать точечный реджуф. Приказывай. Ну, очень близкая игра. И довольно-таки такая... Как бы... Как бы сказать-то? Сейчас задисплеит это. Подлый вис. Специально козел, видите, обходит. А, я все равно не обманул. Ну, грейды 2-2. Очень пассивные сейчас играют. Здесь Димка ближе к пятому, а там Димка третий. В целом, Мун разменялся в серьезный плюс. Ну, плюс Colorful в том, что он пока что на лимите 50 сидит. И в целом, он сейчас может, если захочет, выйти из лимита. У него будет больше лимита немножко, чем у Муна. Ну, вот будет размен какой-нибудь такой толковый. И Димка уже пятым будет. Это совсем другое дело. Крепится негде. Главные базы скоро закончатся. А Colorful начал выходить из лимита. 59. Да, Медведя заказаны. Сейчас еще пойдет по Медведю. Не знаю, почему он... Вот, еще один. И еще один должен быть заказан. А, он законтролился. Беда. А Мун тоже нападает. 63 против 60. Действительно, до заказа Colorful даже немножко больше. Приказы, время пришло. Ну, не решается. Вот если Colorful выйдет, да, в чистом поле, я думаю, Мун сразу решит посражаться. Ну, это логично. Время пришло. Почему бы и нет? Менеджмент Медведя оставил те, кто с маной, чтобы еще покидать Реджувы. Моноберн в Медведя не такой ценный, как Моноберн, конечно же, в какой-нибудь Нагу. И еще один Берн в Нагу. Сейчас бы Димку стафановать и маны ему восполнить в колодцах лунных. Как ты понял, кто из них кто? Ну, Рейз ДХ это Colorful. У него такой никнейм. А Игрок 2, видимо, этому как бы логично. Почему Красный не берет третьего героя Козла, чисто ради ауры неэффективно. Ну, слишком дорого. Для первой ауры в такой стадии Грейт эффективнее построить. Потому что не факт, что он прокачается, он ест еще. О, спящий пробудился, кстати, и Финды так же говорят, Гуф. И ты прав, я забыл. Вот бы не задиспелил этого Виспа. Не хватило бы все равно опыта. Ты говорил, Альфимур разнообразен. Ну вот, пожалуйста, бывает и такое. Ну, на простыне, походу, все катаются медведи и козла. Нет, ты пришел просто на одну игру и делаешь обобщение на основе увиденного. Две прошлые были по другим стратегиям. Ты говоришь такой. А походу. клинок жаждет крови. Так, дерево пошло. Не сделал Нечи Блэйсинг, очень долго дерево будет идти. Амун правильно. Так. Тут уже толпа медведей просто. Там 74, видите, подкопил под лимит, на лимит, подкопил лимит на 68. Но я думаю, что за счет пятого, а, там еще два свитка лечения. Три свитка лечения. У Муна два свитка лечения. Как быстро тут отвечает техподдержка? Тут же? Нет, вообще где-то день у нас на саппорте. Саппорт такой. Тоже на хорошем настроении. Вдумчивый. Но считай, что тебе уже ответили. Иногда, говорит, неделю. Иногда неделю. А потому что у нас и так все работает. Как бы, че? Погнали. Реджувы на Реджувы. Огромное количество Реджувов. Со всех сторон медведей какие-то бешеные. И виспы со стороны Colorful, а со стороны Муна нет. Правда, Реджувы все равно закончились. Стенка на стенку. Медведь. Нет. Слоупочные виспы, как и наша техподдержка от Муна приходят. Светок лечения второй. Там еще есть третий в загашнике. Мне кажется, Аура подрешала в лимитах сейчас уже. Хотя 62 на 53. Да, Муна пока что больше. Демонхантер, правда, очень-очень-очень битый. И сейчас третья аура такая. О, Энди. Да. Да. Вот. И ты опять делаешь так, что я чувствую себя дураком. Энди, прекращай. Откуда эта цитата? Ворснейм РФ. Нагу зажимают. Стафа нет. Ну, зажми ты, нагу. Зажали нагу, зажали козла. Передали. ТП. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Блин, надо послушать. Там прямо Demon Hunter? Да ладно. Да ладно. Moon пока ведет 3-0. Ну так, если брать финал верхней сетки и суперфинал. Перерыв. Что там? Карбот. А это форсир через форсайт, который качается. Вот сразу видно, что мультики делают какие-то нубасы вообще. Форсир через форсайт. Это дебил просто. И набег с рейдерами. Таких ненавидят в батлнете. Кошмар! Кошмар! Да-да, мы просто видели этому. Кошмар! Неплохо 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 Ты говоришь, что я демон так и есть, со мной не дать себе удачу, но я кидал злое место, но может быть иначе Еще скинул super crazy fox, tower 8, но это кажется мы смотрели, кажется точно смотрели Да Да Неплохо А там настоящий скрылся, смотрите Смотрите, мир ремейдж Раз Мир ремейдж И тот побежал Да, паладины всегда были медленными Погнали Очень много таких тонкостей варкрафтерских в карботе, конечно Если мы не смотрели, можно взахлеб просто посмотреть это все Там на тему Диабло, на тему Варкрафта Энди, ради тебя биндж хотел сказать Понимаешь? Как он флаг держит? А у него сзади закреплен Этот вопрос тоже нас интересовал в свое время Но он, кажется, на поясе Там прям проходит через всю спину И на поясе где-то закреплен Наши воины вступили в бой Батма Вот, пожалуйста, вариативность Мы готовы нанести удар Ариэль? Темная луна Нужно действовать Ля какая А? Я готова Она готова Наши воины вступили в бой Ладно, посмотрим Да-да, на поясе, говорит Нарисованную бульсную пилу попи И он флаг держит А, ну, это значит, он тренирует Я готова Ягодичные мышцы Ооо, подходит Почему не добил? Эээ Ууу Должен был Мурлока забирать Бо-3, да нет Скорее всего, Б5 в финале Ну, по идее Должно быть Б5 Кофе Гипсон, говорит А новую графику можно? Нет Что? Зачем тебе новый график? Сейчас, подождите Я идишник какой Срочно, идишник Сестра Миллион триста Понятно Все Ну, вы говорите Никто в новую графику не хочет Попытался добить Кстати, не добил Ууу Сейчас тебя, знаешь, эти Старики Старики, у которых Компьютер просто не тянет Варкрафт На нормальный график У меня просто тоже не тянет Скажут, что Старое лучше Вот, они еще На Денди играть Предпочитают Ну, такие Ты молодец Ты молодец Не сдавайся Иди против системы Бунтари побеждают Так прогресс и работает Я готова Ну, я готова Жду приказа Ретрограды Да, это как Блин, вот была хорошая, конечно, шутка В этом В молодраме В целом Такой, конечно, сериал Специфичный Но Про Ретрограды Кто помнит Там шуточка была Прям в тему Кто захочет Погуглит Прекрасно Просто прекрасно Ну, и, конечно же Поделиться в чате Для того, чтобы Удовлетворить Любопытство Тех людей Кто не смотрел Но, как бы Лень Лень смотреть Висп может Преградить путь Демон Хантеру Пытается его Подрезать И Решил не рисковать Потому что Стрелка Плюс еще Какой-то рандомный урон Могло и залететь Нага То есть это будет С одной базы подпушено А не, не факт Не факт Он может в Т3 пойти Т3 арчи Арбы Вполне Вполне себе Может быть такое Тем более Он, видите Магазин не поставил Стало быть Допушить не получится Скорее всего А вот Панда Это интересный выбор Против такой связки Муновская Это грамотная подстройка На мой взгляд От Colorful Панда может Озадачить Ааа И Не, а Мун Понимает Что он не хочет Затягивать игру Он сразу Остается на Т2 И И добавляет Ancient of Wind Это значит Он будет со свитками Давить Противника До третьей панды Желательно Возможно У него Было В планах Постройка Там Дерево И затягивание В меткость Варбы Но сейчас Панда Отрезает Немножечко Тебе Возможности По затяжной игре Хорошо За тролля Вписывается Смотрите Вообще Не дают Почти Все хиты Потерял Демонхантер В попытках Тролля Добить Очень плохое Решение Было Бистрокод Говорит Сегодня Будет Спасение Земли Бистрокод Слева Под Плеером Есть Кнопочка Избранная Можно Добавить И там Есть Опции По получению Уведомлений Потому что Я уже Сделал Анонс И тебе На почту Пришло Уведомление О Предстоящей Трансляции Мы конечно Ее немножко Затянем Из-за того Что здесь Финал Кажется Бо 5 Поэтому Мой прогноз 2-0 Сбудется Но Скорее все Сбудется Ой Со скролл За бистом Вообще Отлично Можно будет Пушить На губы Отвести Чтобы Третью Третью Потму Получить Но уже Поздновато Кажется Нет Хватит 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 Да Третья Потма И Талончик Талончик Побежит Чисто для Фэрифайра Панды Не третья Как вы видите А здесь Выход в Т3 Вообще Непонятно Зачем По сути Нужно Просто Купить Свиток Прийти И убить Не обязательно Протекшн Даже скорее Свиток И инвол Надо приобрести Будет Причем Инвол Отдать Наге А у нее Есть бутылка Значит Нет Протекшн Взял Блин Панда Очень близка К третьему Еще артефакт Подрежет Хороший Камень Маны Ууу Это Подгон Это Дичайший Подгон Все Пошло Дыхание Раз Диспл Раз Панду Протекшн Два Но Панда Повторюсь Не третья И тайминг Муна Понятен Веспы Пошли Диспелить И хорошо Что они Диспелят И демон Хантера Потому что Ему сложнее Будет Тупо Выпивать Из Из Лунных Панда Пропила Свиток Лечения Видел Что Арчу Не спасает Решил Свиток Сделать И Скрол Забист Плюс 7 урона Еще Часто И Минус Армор Благодаря Авталонам Капец Какой же Мун грамотный То есть Он Изменил Стратегию В зависимости От того Какого Какого Героя Взял Противник На Т2 Просто Вот это Просто Понял Что В лейт Не надо Давать Выходить И Не Не Дал Выходить Все Достроил Ancient Wind Видно Было Что Это Подстройка Потому что Ancient Wind Был Построен Уже После Т2 Сделался И Второй Герою Врага Появился То есть Он Сначала Взял Себя Нагу Потом Увидел Панду Потом Построил Ancient Wind В качестве Реакции То есть Кто-то Скажет А он И так Михаил Тут Придумываешь Он И так Хотел Играть Вот так Куш Да Конечно У нас Есть Голуби Еще Конечно Ооо Блин Поперли Слушай Прям Дип Линкинг Я думал Это что-то Неприличное Но Кажется Я понимаю О чем-то Голуби Безликие Так Давайте Убедимся В том Что здесь Действительно Бой 5 Говорит Life Ну вот смотрите Насколько четко Я Предсказывал Когда будет XCOM Вот сейчас Как Царибов В 45 минут Разница В 2,5 минуты Я предсказывал 2-0 Moon Colorful Ну как бы Это несложно Потому что Мы видели Предыдущую серию Было понятно Что Moon Как бы Вышла В плане Понимания Происходящего Ну и форма У него хорошая Моральный настрой Хороший Для Moon Это самое важное Но я забыл Что бы 5 Поэтому XCOM У нас будет Минут через 15 Как бы Извиняйтесь Ничего не поделать Да Неплохая идея Трайдера Я не знаю Что бота Для телеги Не сделали В дискорде Вроде настроено Хотя Черт его знает Я не в курсе Я этот Ретроград Так Еще один This Lost march Of ants Of the ants Protector И улыбаются все, улыбаются деревья главные. Монтан джайант пошел на свете. Не понял, а что в конце было? Не понял, а что это такое? Что? 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 Типа урона от МГС Сижевского мало? Ну, не пробивает Гранта или что? В чем смысл? Да, с одной урона не очень. Ну и там рейдер побежал. Ну, здесь с точки зрения баланса, конечно, очень странный. О, ну, за Нерзула. Это неплохо. Это АМШу мы выпиваем. АМШа не так выглядит вообще. Ну что, кто так... Хотя нет, подождите. Так, фиолетовый. Но круглая колба. Ясненько. Ну, хорошо. Так, есть следующая игра. Похожа на Инвол. Ну, тогда они точно матчасть не знают, потому что Инвол скидывается, когда ты включаешь Starfall. А АМШа нет. Никс говорит, нет, конечно. Что нет, конечно? Starfall сбивает Инвол, он прав. Что нет, конечно? Я про АМШу. А он не про АМШу, он про Starfall. Про Инвол. Какой же у нас чатик суровый вообще. Сразу ошибся и тут же, тут же прилетают. Про Инвол я не прав, да, ОК. Вот, все, отлично. Меня просто смутило, конечно. То есть, как правило, если ошибаются, люди не уверены. Когда человек говорит, конечно, и ошибается, это прямо уже сразу настораживает. Да нет, конечно, разумеется. Скорее всего, точно. Абсолютно уверен, что, скорее всего, да. В прошлый раз, кстати, на Амазоне они играли вообще зеркально, но исполнение со стороны Муна было лучше. В республии другие. Здесь опять по предметам, на мой взгляд, немножко лучше у Мунчанского. Ну, за счет носок и перчаток. А здесь из полезного только перчатки. Он пытается компенсировать с покупкой Венца Благородства. Но в целом, даже сейчас, очень похоже на предыдущую игру, Colorful тупо получает больше урона, чем Мун. И это, безусловно, скажется на Мунвеллах и даст возможность... А с какого патча Лейнвелла вырубал Starfall? Может, это исторический мультфильм? Не-не-не, это пофиксили очень давно. Потому что это такие базовые имбовые вещи. Я думаю, это фиксили еще в Роке где-нибудь. Однопрепорша в универе сказала, что это было немножко отвратительно совсем. Ее переполняют эмоции. Что там в голове творится, интересно? Потому что мысли-то, они в слова трансформируются. И чаще всего это неконтролируемый процесс. То есть это уже последствия. То есть если речь такая неструктурная, в голове должен быть вообще эмоциональный бардак. А может и нет. Что это у нас? Шредер, да, будет вкуплен? А шредер может быть для пуши даже. Все крепятся. Молодцы. Сейчас затарка даже лучше у Калверфулу, потому что он закрепил, ну, не Магаз, а вот зарядный где артефакты, в общем. Насколько я помню, все ченнелин-культы врубаются, ну, то есть инвул сбивается. То есть ты не можешь прожать инвул и кастану ченнелин-культимейт. И это мега древний фикс. То есть там старфолы, сыха неуязвимые, эртквейки, торнадо, неважно абсолютно. Любой ченнелин-культ. Ты не можешь, например, прожать инвул и... и телепортироваться архмагом. Мне кажется, что ты не можешь даже прожать инвул и персоналку использовать. И ты не можешь... Но можешь прожать инвул и использовать Близзард. Блин, столько нее тонкостей. Ты же можешь под инвулом Близзард кастовать. Можешь. А персоналку ченнелин-культим не можешь сделать под инвулом. Кажется так. Сейчас эта проверка пройдет у экспертов в чате. И они уж точно скажут, что скорее всего та. Кто-то пошел проверять, может быть. Бедный барак. Ну сейчас мун... Ну не то чтобы... Ой, какая там нага. Вы посмотрите, две перчатки скорости, мантия. Оба выходят медведей. Да ладно, сейчас еще на мечках мы выйдем. Ну ладно. Цеха нет, не может улететь под... Под инвулом. Ну он может улететь, но у него не станет сразу инвул. А так он может. Ему никто не запретит. Экс Ком скоро-скоро, после финала Экс Ком. Ну надо же досмотреть, слушайте. Я понимаю, что эльфы у вас там. Кто-то их хейтит, кто-то... Индифферентен. Привет! Кто-то уже насмотрелся на этих эльфов, как я. Сегодня уже. Если прожать инвул или внуть, инвул останется. Ну кажется, там сразу твои войска становятся нейтральными. Сереньким и все сбрасывается. Но это не точно. Шмерс говорит, я пробовал сам преподаватель, поэтому очень тщательно слежу. Но как было замечено, твои слова, отражение твоих мыслей. Еееей. Поэтому лучше молчать. Если есть возможность. Как говорится, за умного сойдешь. Вступили бой. Засим. Засим отклониваясь. Блин. Да. Ну что, они тут бегают и... Вступили бой. Вступили бой. Вступили бой. Вступили бой. Нет, не было. Мне сны не снятся. Может быть и были, но я их не помню. Долго еще варик. Ну багуа, ну подожди. Ну тут осталось... Мун ведет 2-0. Я думаю, что он затащит и третью. Потому что суммарно счет у него с Colorful 4-0. И камбэчную тут очень сложно. То есть он в целом играет сильнее, стабильно сильнее Colorful. Играют они до трех побед. Понимаешь? То есть одна карта и все. И ты чемпион. Ты получаешь там эти 6-7 тысяч баксов. Передаешь привет пацанам в чатике. Идешь играть в X-Chun. Как же вырываются хорошо. Он две задачи выполняет от Димка. И Арчу, и отвлекал еще от Кильталаски Сапоги. 6 Агилы мне. Наги взяла 6 Агилы, передала Димке. Рык. Погнали Реджув. Дряда подставляется. Недоконтроливает Мун. Теряет Дряду. Здесь, правда, тоже Дрядка теряется. Успевает Аболиш кинуть. Минус Арча. Как же Дима нарезает с Агилой. Став на Медведя. Молодец. И Мун выигрывает. Не вообще, но сейчас. Еще минус Медведь. Арча. Четвертый уровень. Отставание на левел. Ну, я бы вышел, если честно. Но Colorful красава не сдается. Подрезает еще две Арчи. Одного Медведя заберет. Коварен. Там Наги, конечно, плохо. И на Ульчика надо взять. Хотя непонятно, зачем здесь Стража. А, за что? Все, у него есть Реджув. Нага здесь терпит. Тоже под Реджувом. И... И... Еще один Реджув. Берн. Берну сделай Берну. Молодец. Сейчас дирижабль придется покупать, видимо, здесь. Но иначе не уйти. И телепорт. Ну, в целом, хорошо. Главное, чтобы сейчас Димка стелепортировался. Влево подошел, да. Но справа он мог не достать. Если бы здесь был, он бы не степешился. Все. И Мун сейчас выпивает. И ориентировочно идет, учитывая все пустые Мунвеллы. В контратаку убивает Калорфула. Кажется, покупается вторая... Арба. Приказывай. Друатка. Ну, правда, Калорфул собирает тоже. Сейчас ему может выпасть хороший артефакт. Погремушка плетит. Топовый артефакт. Уампиризм. Уампиризм. Там телепорт есть? Есть телепорт. Может, и посражается даже. Пропустил Берн. У-у-у. А, ну, правда, Медведя взял. Став, но там Медведю реально плохо. Форки-то пошли. Дрятки подходят. Диспл Риджува. Дрятка подрядки. Моноберн и Моноберн. Демонхантер бит и делает телепорт. Медведя став. Дряту не успел убить. Там замах был, анимация была, но не успел. Что дальше? Красную пытаться? Это опасно. Времени много. Займет. Медведя 0-1 на 1-0. Опять же, есть разные подходы к этим грейдам. Вообще, раньше считалось классикой делать первый грейд на атаку. Как раз с приоритетом. Исходя из логики, что у тебя есть рык во время сражения. И ты... Ну, он увеличивает в процентах твой урон. Если урон базовый будет выше, бла-бла-бла. Потом, видимо, из-за того, что научились Риджув контролить, ценность ХП повысилась. Соответственно, ценность брони повысилась. Ну, я не знаю. Это все равно зависит от виспов. От контроля обоюдного. Я не в курсе, что лучше. Медальон храбрости 5-5. А тут когти плюс 12 нет. Тут... Трубка прозрения. Очень хороший артефакт. Для медведя очень-очень хороший артефакт. Не боевой, но... Ну, плюс Наги помогает. Уже Димки помогает. Но в целом, даже вот аура вампиризма, это уже топчик. Две хорошие ауры выпали. Вообще, Муну бы не затягивать. А он будет затягивать. Ну, чтобы влияние аур было минимальным. А вот Colorful наоборот. Сидеть на лимите, стараться держаться. И... Ну, и потом выходиться... Опа! Полетел Дирижабль. Это ответный на агрессию Дирижабль? Или Дирижабль, который... Непонятно. Это фейковый Дирижабль. Ох, сейчас будет сидение на медведях. Сто процентов. И мне тенденции не нравятся. То, что вот... Вот просто с этим артефактом будет полтора грейда просто на атаку. По фактам. Хорошо висит Дирижабль. Мун не выходит из лимита, хотя делает... Сколько там? Два косаря у Colorful? What? Откуда деньги? Откуда у него столько денег? Быстрее. Как? Откуда два... Мун же тоже сидел на лимите 50. Два косаря. Буквально два косаря у него только что было. И выход из лимита. А здесь косарь и 50. А... Что? Грейды свитки? Грейды одинаковые. Ладно, свитки. Я согласен, свитки. Нет, свитки здесь тоже есть. Я не понял. И Colorful выходит из лимита. У него на руках еще 800. Вообще он 80 может сделать, если ты с Мунвеллом не завтыкал. Просто когда играют одинаково, с одной базы, таких больших разрывов не должно быть. Пайпу продал? Да, Пайпу продал. Ну это 200. Мне кажется, Аура зарешает. Вот такой вот. Такой вот анализ. По грейдам упрутся оба в 3-3. 1-1 грейды. Что? А, вот в чем дело. Реально у них грейды сильно разнятся. 1-1 на 3-2 будет. Ну то есть плюс 2 грейда в Муна. Нет, тогда нормально. Тогда понятно. А зачем тогда... Я вообще не вижу смысла Colorful сидеть на лимите, копить деньги, но не делать грейды. То есть они же есть не бросят. Они тебя не заставляют из Апкипа выходить. Но это ж необходимость все равно. Не, у них будет одинаковая ситуация получается. Все то на то и выйдет. 80 лимита там, 80 лимита тут. У Муна правда 70, а не 80. 4 виспа у Муна. Да нет, 5 виспов. Добыто одинаковое количество золот. Что за турнир? Это мастер инвитейшнл номер 3. Турнир от стриминговой китайской платформы под названием Nya.com И здесь Фогич в топ-4 зашел. С Лином играл. Романтик сегодня выиграл. И мы смотрим сейчас суперфинал. Как сигареты бросил. Через трубку потом немножко повейпил и все. И бросил. Странные размены идут здесь. Проверка на бдительность сейчас только что была. Окей, бывает. Димон Хантер заряжен 1100. Муна достраивает на... Ага, и третий грейд на атаку. То есть у Муна 2-3. Здесь, соответственно, 2-2, видимо. Да, 2-2. И доделывается тоже грейд 3, и потом еще 3. Но у Муна нет 80, а здесь есть 80. То есть 78 на 73. То на то и выходит, короче. Да, снова катка на 50 минут. Ну, похоже. И причем, повторюсь, Муну невыгодно здесь было затягивать. Из-за вампиризма. Потом надо реально переконтроливать сильно человека для того, чтобы... Ну, посмотрим. Может, Муну удастся. Муна Берна в Дождеце урон или Жекмана? Нет, нет, нет. И Вейджин работает только на физ-атаку. Так, блин, от Койла уворачиваться. Просто не повезло, Койл Нова, мисс-мисс. Такой хоп-хоп. Такой хэпич, блин. Это как выпадение Кристалл Болла, Хавку. Койл Нова, бах-бах. Димка пустой, что-то у Colorful. Медведи вагон. Но сейчас у Муна 3-3, там 2-2. Но опять же, Мунвейла есть. Веспы рядышком. 3-2 уже. Грейды плюс 1 у Муна только. На Ютубе реклама казино беспощадная. Да Ютуб не используется в чат Ютуба, особо не используется. Чатик на Гудгейме читаем. Я там пару пользователей подбанил, но зачем отвлекаться во время игры на чат, который... На Ютуб мы стримим для того, чтобы, если есть проблемы с трансляцией на ГГ, можно посмотреть на Ютубе. Веспы в дирижабле дропаются. Стенка на стенку. Сверху падает Медведь Муна, первый. А что-то рык у инфи... А, есть, обновил. Такая заруба серьёзная. Стрелку Нага почему-то выключила, потому что Сорбой не хочет тратить ману. Пятый Дима здесь уже. Битый Медведем Муна. Ребята, держал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ребята, всех с праздником и с выходными. Е-е-е-е. Спасибо за встречу. Привет, Рэв. Кто из Москвы приезжаете сегодня пить в ПР-11 и слушать пьяную музыку? Гудгейм лучше. ПР-11, это, видимо, какая-то пивнушка, да? Отличное сообщение вообще, класс. Спасибо, Рэв. О-о-о, опасный момент. Нет, 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 нет. О-о-о. А, это чей был свет? Блин, это было очень круто. Сейчас игра могла закончиться. Там спасение рядовых медведей было. Мун спас 20 лимита просто. Вот он за счет дирижабля эвакуировал медведей. Они сейчас, правда, никакие. Нужно их срочно воскрешать. Восстанавливать каким-то макаром. Но у нее есть Мун Вэллы. И Муну просто нужно здесь отбиться, и все. И он, похоже, просто отбивается. Да, 3-0. Ну, Мун Велик. Красава. Я почти угадал с прогнозом. Если бы еще про Бо вспомнил. Ты угадал бы еще с анонсом XCOM по времени. Да, вдруг это гей-клуб, кстати, ПР-11. Ребята, для начала проверьте все-таки. Проверьте, куда вас пригласили. Пить пиво можно в разных местах, хотя это нетипичный напиток. Хотя с фруктовой какой-нибудь вполне вероятно. Лучше проверьте. Посмотрите отзывы, посмотрите тематику. А то начнется там. Та-та-ра-та-та-та. И понесется. И вы такие, блин. Ну, раз пришел уже. Та-та-ра-та-та-та. Да-да. Да? Все норм там, говорят. Да. Все норм, да? Раньше это было приятное место, но это было раньше. Пришла в 23.00. На входе никто не встретил. Ой, люблю я отзывы читать. А чего гений могут пить обычно пиво? Рио, я не наезжаю. Успокойся. Все в порядке. Рио у нас лоббист. Сидится с пивом, видит, вообще, такой, че вы, че, я не понял. Не, возможно же такое? Возможно. Типа, не сходится. Да. Не сходится. Ущемление прав гейф. Почему ущемление? Осуждаю. Вы какие-то там вообще запуганные там на твичах своих. Осуждаю. Осуждаю. На всякий случай осуждаю. Все, все ссут. Ничего же такого плохого не сказали. Орк, я почитал комментарии просто. Нет, не выдувал, не выдувал. Перешло. Сейчас будет сражение финальное. Бикс, ну не настолько-то, че ты? Ну, куда капсы пошел? Ну, алло. Все, гэгэ. 3-0, друзья. Вполне ожидаемо победа Луналикова.